В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. 30 тысяч тенге взятки, а взамен 3 миллионов штрафа. Цены и ценники на основные продовольственные товары. Быть или не быть прибором учета тепла. На рынках караганды вновь растут цены на основные продовольственные товары. Предприниматели объясняют подорожание продуктов тем, что пока не сезон. Местные овощи стоят намного дороже, чем привозные. Мы выехали на рынок Шигыз, чтобы проверить, что и насколько подорожало. Как говорят продавцы, цены меняются каждый день. Все зависит от товара производителей. В связи с тем, что сезон малоурожайный, цены на овощи местного производства поднимаются. От завоза зависит. Завоз много будет, цена ниже. Завоз меньше, она дороже. Два раза, два раза, три раза за сутки. Основное от завоза зависит. Местная дороже? Местная всегда дороже. А на малом количестве поступает на рынок и дороже. В этом месяце на карагандинских рынках был зафиксирован рост цен на морковь, рис, сахар и масло. В прошлом сезоне, когда погода благоприятно влияла на созревание овощей, цены на них стремительно снижались. В настоящее время наблюдается прямо противоположная ситуация. Два месяца назад все было дороже, дороже, чем сейчас. Картошка была по 200-180, а сейчас уже 65-60, даже по 50 упала цена. А морковка привозная, поэтому пока цена держится. А капуста уже местная идет. Капуста сейчас 35-40 тенге стоит. Так что уже все подешевело. Но все не так плохо. Есть и хорошие новости. Гораздо дешевле стали свежие овощи. Цены на помидоры теперь на 74 тенге меньше, за огурцы на 38 тенге. Капуста тоже подешевела на 24 тенге и стоит всего 80 тенге за килограмм. У нас цены по субботам на Гасире, это социальный рынок в Майкудуке, у нас цены намного ниже. Капусту я брала по 30, здесь 80. Картошка у нас 65. Это вот на рынке социальном в Майкудуке, возле Гасира. Но здесь я не покупаю, потому что здесь очень дорого. Мнения расходятся. Одни предприниматели говорят, что цены подняли. Для других, наоборот, снизились. Но покупатели утверждают, что рост цен все-таки есть. Лариса Хусейнова, Айден Жакан, Никита Миткин, 1-й Карагандинский. В рейтинге городов Карагандинской области шахтерская столица занимает лишь 9-е место. А в этом сообщил Аким города Нурлан Албакиров на совещании по итогам социально-экономического развития Караганды за первое полугодие 2014 года. В городском совещании принимали участие все руководители городских структур. Итоги первого полугодия подтверждают непростое положение экономики. Необходима целенаправленная работа, основанная на четком анализе по выравниванию экономических показателей. По городу Карагандин наблюдается рост ряда показателей инвестиций, строительства, торговли, сельского хозяйства, число активных субъектов малого бизнеса. Вместе с тем отмечается снижение динамики объема промышленной продукции, в том числе и в горнодобывающей промышленности. Также в обрабатывающей промышленности объемных введенного жилья по результатам рейтинговой оценки наш город областной центр занял лишь девятую позицию среди городов и районов области. Численность населения города выросла более чем на 5,5 тысяч человек. Средний уровень заработной платы вырос до 108 тысяч 246 тенге. За первое полугодие в целом по нефинансовому сектору объем производственной продукции превысил 119 миллиардов тенге, прямой рост показателей прошлого года – 101,6%. При этом индекс физического объема отрасли составил 96,7%. Причиной снижения ИФО является уменьшение объемов таких крупных ИФО образующих предприятий, как Акуп Кефест на 19%, ТУО КСНК и Инстальком на 29,7%, БАО Конфеты Караганды на 26,9%, а также ТУО Фирма ТУПАР, ТУО ТАЙ на 27,6%. Со стороны крупных средних предприятий и организаций города вложение инвестиций в основной капитал составило свыше 32 миллиардов тенге, или 42% к годовому плану. По источникам финансирования 74% приходится на собственные средства хозяйствующих субъектов, 10% на бюджетные, 16% составляют заемные средства. Рост инвестиций отмечен за счет вложения Караганда Энергоцентр, Жарык Фармкомплекс, Караганды Су, Гефест. При этом наблюдается снижение инвестиционной активности в обрабатывающей промышленности на 37,6%. Основные крупные вложения в разрезе предприятий и проектов обрабатывающей отрасли запланированы к освоению во втором полугодии. В реальном секторе экономики создано 265 новых рабочих мест, или 153,2 к плану. Данные рабочие места созданы за счет расширения действующих производств Караганинского механического завода имени Пархоменко, Корпорация Караганды Нан, Драйв Индустри, Пауэр Бетон за счет создания новых производств ХФК и Карагандинский мелькомбинат. В сельском хозяйстве запланированный объем валовой продукции составляет 2,196 млрд тенге. А за первое полугодие объем обеспечен на уровне 471,5 млн тенге. В животноводстве наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота к аналогичному периоду прошлого года на 3,8%. Показатели малого и среднего предпринимательства на уровне запланированных. Розничный товарооборот, который напрямую отражает покупательскую способность населения города, составил 199,5 млрд тенге, рост к объему прошлого года 10,1%. В строительной отрасли объем с начала года превысил 21 млрд тенге, или 36,8%. При этом снижена динамика ввода жилья на 19,5%. Причина – несвоевременный ввод запланированных объектов, жилого дома по проспекту Шахтеров 37 и общежития КарГТУ. Грузооборот превысил прошлогодний уровень на 10,3%. Пассажирооборот на 3,1%. Вместе с тем отмечается снижение объемов перевезенных грузов и перевезенных пассажиров на 25,4% и 7,6% соответственно. В целях обеспечения экономического роста разработан пошаговый план в разрезе проектов с ожидаемым объемом производства на текущий год. В целом, по итогам полугодия рост экономики города составил 1,1%, при годовом плане – 3,2%. Караганда всегда была центром угольного бассейна. Сегодня доля гормонодобывающей отрасли составляет лишь 6,5%. В принципе, это неплохо, потому что экономика диверсифицирована. Что касается социальной сферы. За первые полугодия из числа обратившихся 4374 человек трудоустроено 2995. Направлено на обучение 150 человека, на общественные работы – 251, социальные рабочие места – 184. Фиксированная численность безработных выросла к показателю прошлого года на 75,8%. До конца года надо не потерять динамику роста и развивать ее в будущем. Мы должны, по крайней мере, быть третьими в стране, призвал Акимгорода всех руководителей городских структур. Поэтому мы должны определить условно 5-6 направлений, по которым мы должны двигаться. Даже если одно просядет с учетом различного рода объективных и субъективных факторов, другие должны его вытащить. Поэтому я хочу от вас услышать анализ перспектив развития самой отрасли гормонодобывающей. Работа много. Она будет сделана не за один год. Нужны профессиональный анализ и системный подход к работе. Мы должны и так сформировать, что в ближайшие 2-3 года подтянули все отрасли и уже двинулись вперед. То есть спокойно, целенаправленно, системно. Сергей Высокосов, Нурсултан Исаев, Никита Миткин, 1-й Карагандинский. В Карагандинской области более 1700 домов оснащены приборами учета тепла. Такие счетчики устанавливают в тех домах, которые имеют технические возможности для установки. В стране по государственной программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 2011-20 годы проводится большая работа по установке данных приборов. Так как не все карагандинцы установили в своих квартирах такие приборы, возникают множество вопросов по системе учета тепла. Основные преимущества такого прибора в том, что при его помощи жители могут получить возможность оплачивать только за фактическое потребление тепловой энергии. На сегодняшний день во многих городах области ведется активная работа по установке данных приборов. На сегодняшний день у нас город Жизказган. Все многоэтажные дома полностью оснащены приборами учета. В текущем году по городу Караганде будет установлено более 800 приборов учета. По городу Тимиртау 514 приборов учета тепла. По городу Балхаш 358 приборов учета тепла. Также все многоэтажные жилые дома городов Приозерск, Шахтинск и Абай полностью будут оснащены приборами учета тепла. Для того, чтобы установить приборы учета тепла, необходимо сделать капитальный ремонт всего дома. То есть поменять все инженерные сети, отремонтировать кровлю, подвалы, чтобы тепло не уходило в воздух. Так считает директор компании «Жилсоцсервис» Нуртай Ашляев. В нашем случае автоматический тепловой пункт позволяет экономить тепловую энергию. Жильцы, которые установили счетчики тепла в своих домах, отмечают много положительных факторов. К примеру, в зимний период за месяц без установки приборов жильцы двухкомнатных квартир в среднем платят 4-5 тысячи тенге. А с установкой счетчиков они будут платить за тепло 1500-2000 тенге. Разница значительная. Мы очень довольны, что нам поставили такой прибор. Во-первых, почему? Потому что мы можем регулировать тепло в квартирах. Что мы, конечно, и делали. Если жарко, мы уменьшаем. Если холодно, мы добавляем. Поэтому и во плате тоже есть свои определенные нюансы. Это если мы меньше добавляем, мы меньше платим. Если больше добавляем, естественно, больше платим. В нескольких регионах Казахстана уже применяются дифференцированные тарифы, что создает удобство жителям многоквартирных домов. А преимущество данного прибора в том, что при каких-либо неполадках счетчики автоматически выключаются и срабатывают только после их устранения. Для того, чтобы такие приборы были в каждом многоквартирном доме, важно, чтобы потребитель понимал эффект такого прибора и имел стимул к энергосбережению. Гульнур Жакенко, Айрат Рашитов, Никита Миткин, Первый Каргандинский. Впереди небольшая реклама. Не переключайтесь. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галл-Тек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система Стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. К ставшему знаменитым благодаря мухобойке и скандальному судебному процессу Евгению Танкову можно относиться по-разному. Но многие считают, что три года лишения свободы за эпатажное поведение в суде – чересчур строгий приговор. В поддержку Евгения Танкова готовится петиция президенту Республики Казахстан. Главу государства просит содействовать справедливому суду. Неравнодушный к судьбе скандального юриста Евгения Танкова, горожане начали активную деятельность по его поддержке. Они собирают подписи под онлайн-петицией, предназначенной для президента страны. Гражданские активисты и просто друзья Евгения просят главу государства взять под контроль ситуацию с Танковым и содействовать справедливому суду. Мама опального юриста считает, что Евгению присуще чувство справедливости, а это сегодня большая редкость. Вызывающая акция имеет давние корни и относится к конкретному судье. Совершил служебный подлог. Это было в сентябре 2013 года, когда был гражданский процесс. Женя участвовал в слушаниях. Он запросил копии документов. Вернее, не копии, а ознакомиться с материалами дела. Когда стал просматривать это все, оказалось, что его там вообще нет. Его вымарали. Он его как бы отшлепал, но его вызвал на дуэль. Однако тот сразу это самоиспугался. Процесс шел шесть дней. На пятый день заключения под стражу у Евгения был голодный обморок. Истец пришел на слушание один раз. 12 июля было последнее свидание матери с сыном. Суперсправедливость Евгения Танкова в расчет не принималась. Все действия расценивались как хулиганские и как посягательство на систему правосудия. Теперь друзья и просто люди, поддерживающие взгляды Евгения, собирают подписи по петиции президенту страны. Не очень на это рассчитываю. Но если поможет, то хорошо. Может ли Мухобойко пошатнуть устои судебной системы? Или же в основе судебного разбирательства лежат амбиции оскорбленного чиновника? Покажет время. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Никита Миткин, Первый, Карагандинский. Сотрудник Департамента внутренних дел Карагандинской области был задержан за получение взятки. Приговором Казбекбийского суда он был наказан в виде штрафа на сумму 3 миллиона 704 тысячи тенге с лишением права занимать должность в органах местного самоуправления в течение трех лет. Накубаев Даньяр Нурланович, председатель окружной военно-врачебной комиссии ДВД, находясь в своем кабинете, получил взятку в сумме 30 тысяч тенге за действия, которые входили в его служебную обязанность. Бывший председатель, ныне осужденный, оказался в действии при прохождении медицинского освидетельствования кандидатом на поступление в службу управления специализированной охраны. Приговором Казбекбийского районного суда города Караганды 20 июня 2014 года к наказанию в виде штрафа в размере 2000 месячных расчетных показателей, что составляет 3 миллиона 704 тысячи тенге, с лишением права занимать руководящие и иные должности в органах местного самоуправления, государственных учреждений, государственных предприятиях сроком на три года осужден Накубаев Даньяр Нурланович. Кандидаты Жанат и Самат не смогли пройти медицинское освидетельствование. По этой причине они решили воспользоваться коррупционным ходом. В итоге они так и не прошли медицинскую комиссию, но согласно судебному решению получили штраф каждый в размере 1 миллиона 296 тысяч тенге. При назначении наказания Даньяру Накубаеву судом были учтены смягчающие обстоятельства, каковыми являются отсутствие судимости, положительные характеристики наличия на издевение детей. За 30-тысячную взятку придется платить более 3,5 миллиона тенге штрафа. Данный приговор уже вступил в законную силу. Ануар Сидряхим Кайрат Рашитов Бахтяру Спанов, 1-й Карагандинский. К другим новостям. В Караганде объявился доморощенный почтальон Печкин. В отличие от мультяшного он оказался обыкновенным мошенником, что и выяснили следственные органы. Мошенника, представлявшегося почтальоном, поймали в Караганде. 38-летний мужчина, вдохновленный простаком Печкиным, проникал в квартиры горожан под предлогом того, что он якобы принес посылку из Германии. И ходил, пока правоохранительные органы не остановили. Если его впускали, он чем-нибудь отвлекал хозяев и тихонько крал деньги и ценные вещи. Сколько человек пострадали от действий мошенника, пока неизвестно. Следствие просит всех, кто пострадал от его действий, обратиться в полицию как можно скорее. Телефон 5106-91. Футбольный клуб «Шахтер» в рамках третьего раунда Лиги Европы принимает у себя хорватский хайдук. Горники в прошлом раунде, разгромив футбольный клуб «Атлантас», продолжают свой путь Лиги Европы. В свою очередь, хорватская команда из города Сплит по итогам двух встреч одолела ерланский Дандалком. «Мы достаточно хорошо изучили. Хайдук – очень хорошая команда, и в ней много индивидуально сильных футболистов. Это, в принципе, все те футболисты, которые играют в атаке и на флангах, и в центральной зоне». Главный тренер «Шахтера» не отрицает тот факт, что команда уступает соперникам в техническом плане. Виктор Кумыков надеется победить в этом матче за счет своего тактического плана, физического превосходства, а также, что немаловажно, фактором психологического настроя своей команды. «Я думаю, «Шахтер» победит хорватов, ведь «Шахтер» очень классно играет. Они победили всех, и «Ширак», и с кем они еще играют? «Атлантас», вот. Я думаю, что «Алан Кумызбаев» забьет. «Шахтер» всегда выиграл. Вот недавно они играли с «Атлантас» или как. Говорят, победили 3-0. «А вы думаете, какую-то тюрьму?» «Ну, я думаю, будем надеяться, что «Шахтер» выиграет 7-0. Будем за наш «Шахтер» болеть. Как-никак наша команда, карагандинская». Первый матч за путевку в следующий раунд одного из престижнейших турниров европейского футбола состоится 31 июля в Караганде. Ануар Сейдрахим, Кайрат Рашитов, Бахтиар Успанов, первый карагандинский. И последняя информация, которая важна для всех карагандинцев. Как сообщает официальный сайт товарищей с разограниченной ответственностью «Караганды Жарык» в связи с капитальным ремонтом электрооборудования, с 30 июля по 6 августа в Караганде планируется отключение электроэнергии. Полный график отключения по районам смотрите после выпуска новостей. На этом наш выпуск завершен. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Сау был Мастер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова